Время новостей на телеканале Север, в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Сегодня вы узнаете. Парламентарии региона предлагают снизить стоимость продажи земельных участков. Этот вопрос обсудили в ходе постоянной комиссии собрания депутатов по делам Нинецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. В Нинецкий округ с важной миссией прибыл Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, чтобы передать эстафету и символ самого масштабного театрального марафона в России. В Заполярье стартовал Аргиш Надежды. Первым мероприятием фестиваля стало открытие выставки «Узорная роспись». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Парламентарии региона предлагают снизить стоимость продажи земельных участков. Этот вопрос был вынесен сегодня на рассмотрение постоянной комиссии собрания депутатов Нинецкого округа по делам Нинецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. В настоящее время стоимость продажи земельных участков составляет 100% кадастровой стоимости. При этом постановлением администрации округа для отдельных категорий покупателей установлены иные проценты. Так, в случае продажи участка для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства гражданину, имеющему собственность, на приобретаемом земельном участке цена составляет 60% кадастровой стоимости земельного участка. Как отметил вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров, в других субъектах эта цена гораздо ниже. Парламентарий также напомнил, что с ноября 2014 года до марта 2015 цена составляла 15% от кадастровой стоимости. За это время от граждан поступило 22 обращения о выкупе земли на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей. Человек побеждает в аукционе, берет в участок даже 150 тысяч рублей в аренду на один год. Но у него есть возможность за это время построить дом, ввести его в эксплуатацию и в соответствии с законом обратиться за выкупом дальнего земельного участка. И, соответственно, он потом его выкупает за 15% кадастровой стоимости, за 5% кадастровой стоимости. По разным регионам совершенно по-разному. Но он выкупает, и это, в принципе, доступные для гражданина деньги. И государство решает свою задачу. Во-первых, земля начинает использоваться. По словам Матвея Чупрова, в регионе потребность у граждан в земельных участках есть. Но из-за высоких процентов они не могут выкупить арендуемый участок. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, депутаты предложили вернуться к практике 2015 года и снизить цену продажи земельных участков для ведения личного подсобного, дачного хозяйства-садоводства, строительства гаража или индивидуального жилищного строительства с 60 до 15%. В Ненецкий округ с важной миссией прибыл Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, чтобы передать эстафету и символ самого масштабного театрального марафона в России. Возглавил делегацию гостей Сергей Емельянов, министр культуры Республики Коми. Напомню, 2019 год объявлен президентом России годом театра. Всероссийский театральный марафон – крупнейшее событие года, в котором участвуют 85 регионов. Напомню, он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны – Калининграде. Теперь же эстафета прибыла в столицу Заполярья. Передавать ее будет Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми. На сцене Дворца культуры Арктика развернется музыкально-эпическая постановка «Пармалов», что в переводе означает «Душа тайги». Жители и гостей города приглашают присоединиться к этому важному событию и встретить символ года театра в Ненецком округе. Реализацию нацпроекта «Культура» в Ненецком округе обсудили заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Сидорова и министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов. Встреча прошла в Наринмаре. Ненецкий округ в этом году на реализацию данного нацпроекта по ряду причин не получил средства из федерального бюджета. Сейчас ведется активная работа по привлечению дополнительного источника финансирования на следующий год. Как отметила заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Сидорова, текущий год для региона был подготовительным. Средства из федерального бюджета, которые регион намерен получить в следующем году, планируется направить на капитальный ремонт домов культуры в Хангурее и Великовисочном. Еще четыре проекта реконструкции учреждений культуры в ближайшее время будут направлены на государственную экспертизу. Всего в рамках национального проекта «Культура» в Ненецком округе планируется капитально отремонтировать восемь домов культуры и построить три новых объекта. Также на будущий год планируется реализовать такие проекты, как виртуальный концертный зал и воскресший Пустозерск открыть первую модельную библиотеку. В этом году мы заканчиваем проект. Проект планируем пилотный запустить в Красном. На следующий год, как только будет проект, мы, соответственно, заходим в бюджет. Федерация дает средства только на муниципальные библиотеки. У нас, в соответствии с нашим окружным законодательством, 95 окружным законом, муниципальных библиотек нет. Несмотря на то, что в проекте федерального бюджета Ненецкому автономному округу предусмотрены средства в размере 10 миллионов на оснащение, капитальный ремонт модельных библиотек, но на сегодняшний момент мы понимаем, что не сможем их реализовать, если не будут унесены соответствующие изменения в федеральное законодательство. Над этим мы сейчас отрабатываем с Минкультом. Еще одна причина, по которой Ненецкий округ не смог в текущем году получить федеральное финансирование на мероприятия нацпроектов, в частности, на приобретение музыкальных инструментов, ведомственная принадлежность детских школ искусств. В нашем регионе ДШИ являются учреждениями дополнительного образования и по подведомственности не относятся к сфере культуры. Ранее эта особенность региона была озвучена на Координационном совете по культуре Северо-Западного федерального округа, который прошел в Республике Коми под председательством республиканского министра Сергея Емельянова. Обсуждали первые результаты, обсуждали успехи субъектов Северо-Запада, обсуждали какие-то проблемные моменты. И здесь, конечно, нужно отметить, что и Нинецкий автономный округ внес ряд интересных предложений в работу Координационного совета для Министерства культуры Российской Федерации. И мы в самое ближайшее время эти предложения официально постановлением Координационного совета внесем на рассмотрение в правительство России. Поэтому мы и дальше продолжим в такой тесной связке работать с нашими коллегами из Наринмара, с тем, чтобы и единое такое наше культурное пространство, и мы могли делиться всеми теми перспективами, которые сегодня есть в рамках реализации национального проекта. В завершение встречи стороны обсудили организацию совместной выставки музеев Нинецкого округа и Республики Коми, приуроченную к 400-летию протопопа Аввакума. Эта дата будет отмечаться в России в 2020 году. Еще один шаг в цифровое будущее. Нинецкая компания электросвязи запустила автоматическую передачу показаний со счетчиков вода, газа, энерго- и теплоснабжения. Информация с приборов учета поступает в специальную программу. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Новую технологию специалисты Нинецкой компании электросвязи запустили еще 9 месяцев назад. В тестовом режиме оборудование установили в нескольких учреждениях окружной столицы, поселка Искателей и деревни Андик. Мы поставили вот такую умную штучку, которая подключена к этому счетчику с импульсного входа. И он по радиоканалу передает эти данные ежедневно, допустим, в 0 часов, так настроено здесь, на центральную станцию. Центральная станция передает эти данные на сервер. И в одном месте у нас собираются данные с более 50 счетчиков по нашему предприятию. Мы, соответственно, видим ежесуточный расход электроэнергии. И эта услуга запущена у нас уже, ну, этот сервис запущен в городе Наринмария. Мы покрываем весь город, в том числе поселок Искателей, и можем предоставить эту возможность для жителей частных домов, для предприятий, организаций. Вот такой опыт мы уже делаем с четвертой школы. Причем подобными датчиками можно оснастить любые приборы учета, будь то счетчики электро- или теплоэнергии, вода и газоснабжения. Вся информация ежесуточно поступает и хранится в специальной программе. Суточный архив, вот он пишет, все есть. И это все данные есть. Мы можем спокойно, соответственно, с этим работать. А дальше можно очень легко передать в ПОК-ИТС. Через, допустим, ну, как бы специальную, допустим, или программу, там интегратор какой-то есть. Ну, просто мы сейчас пока на начальном этапе собираем эти данные для того, чтобы именно отработать аппаратный уровень. Говоря простым языком, подобное оборудование упрощает процесс сбора данных не только потребителям, но и компаниям, поставляющим энергоресурсы. Ведь благодаря новым технологиям появляется возможность мониторинга потребления ресурсов практически в режиме реального времени. Дальше можно двигаться вперед, анализировать, смотреть, интегрировать с системами учета, передавать там в автоматические. Ну, простой пример – это эти данные попадают, допустим, в базу данных электростанции. Электростанция производит по ним расчеты, выставляет счет. Пользователь, ну, или хозяин дома, допустим, там, или, ну да, если говорить о частных домах, хозяин квартиры, заходит в Сбербанк онлайн, вводит свой номер договора, и, так как эти системы интегрированы, эти данные сразу попадают в Сбербанк онлайн, и он сразу видит, какую сумму можно заплатить. Установить подобное оборудование можно в любой организации или в частном жилом секторе. Уточнить информацию вы можете в Ненецкой компании электросвязи. Алина Волучейская, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». О добровольческом движении в Ненецком округе и о создании волонтерских отрядов рассказали учащимся 4-й городской школы. Мероприятие прошло в рамках федеральной программы «Социальная активность» и информационного проекта «Доброволец.Нао». Классные часы, организованные ресурсным центром добровольчества Ненецкого округа, прошли во всех школах города и поселка Искателей. Рассказываем о развитии добровольчества, как это направление развито у нас в регионе, какие преимущества есть у волонтеров-добровольцев. Рассказываем про единую информационную систему «Добровольцы России», про электронную волонтерскую книжку и те плюсы, которые она дает. Ну и в целом по видам добровольчества, чтобы ребята знали, что это такое, чем занимаются волонтеры. Может быть, их заинтересует эта информация, и они в наше движение вступят. По словам организаторов, добровольческое движение среди школьников набирает обороты. В этом году их число выросло в два раза. Среди них Юля Зорина, которая вступила в ряды волонтеров «Победы». Волонтеров «Победы» их пока не так много, и я подумала, что не лишним будет как-то помочь им, и тем более мне интересны сами мероприятия, что там как происходит. Я успела поучаствовать в митинге на 1 мая, в «Бессмертном полку», на 9 мая в «Георгиевской ленточке» и в «Красной гвоздике». А у волонтеров постоянно какие-то мероприятия, конкурсы, и иногда выпадает шанс даже куда-то поехать. Классные часы на тему добровольчества планируется провести и в сельских школах округа. Выставка «Узорная роспись» открылась накануне в Центре декоративно-прикладного творчества в Наринмаре. Это мероприятие стало первым в программе традиционного фестиваля народного творчества «Аргиш Надежды». Фестиваль проходит раз в два года. Подробнее о том, какие экспонаты представлены на выставке в материале нашего корреспондента. Паницы, малицы, тучейки, ненецкие сувениры и украшения. Участницы народного клуба «Молни» и другие мастера традиционной культуры народов Севера представили на выставку настоящие шедевры прикладного искусства. Одна из старейших мастериц «Аргиша Надежда» Анастасия Помолева была участником еще первого фестиваля. На этот раз на выставку представила фрагменты традиционных ненецких орнаментов. Сейчас мне уже стало трудно. Я, поскольку живу в искателях, а раньше жила в поселке Нельминос, там легче было достать материал. Материал теперь не достать. Надо такой гладкий материал, летний, а так пушистый, большую шкуру, ты ничего не будешь из нее делать. Среди экспонатов – настоящая жемчужина декоративно-прикладного творчества. Этого оленя из дерева сделал молодой мастер Иван Апицын. А мастерица Елена Конюкова сплела пояса обереги. Такими подпоясывали паницы. Эти пояса раньше плели, работы предоставляли, плели женщины, русские в деревнях. И ненцы их обменивали либо на что-то, на мясо, на шкуры или что-то еще пояса женские. Они сделаны из шерстяных ниток и тоже они как обереги. Выставка «Узорная роспись» не случайно стала первым мероприятием фестиваля «Аргиш надежды». В этом году он посвящен культуре финно-угорского мира. Орнамент – это хранитель кода генного, национального. И, конечно, любой узор, любой знак, который вы используете в своих изделиях, он обязательно несет информацию, которую придумали и вот законсервировали в этом маленьком обозначении не мы сами, а те люди, которые жили когда-то до нас. Марина Сморовоз, начальник управления культуры, поздравила собравшихся с открытием фестиваля и вручила заслуженные награды мастерам Елене Чудиновой и Людмиле Кустышевой за вклад в развитие и сохранение культуры округа. Кстати, Людмила Кустышева на эту выставку представила свою раритетную работу «Тучейку», которая сшила под руководством бабушки еще в пятом классе. Я вас поздравляю с началом, с таким прекрасным началом этого мероприятия. Как говорится, как начнешь, так и продолжишь. Поэтому сегодня мероприятие великолепное. Кроме того, мастеров прикладного искусства отметили благодарственными письмами от этнокультурного центра. Добавим, познакомиться с экспонатами выставки можно в Центре декоративно-прикладного творчества. Выставка продлится до 16 ноября. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Жители Заполярья вновь смогут проверить свои знания по этнографии. 1 ноября состоится большой этнографический диктант. В 2019 году количество площадок для проведения акции в округе увеличилось более чем в два раза. Международная просветительская акция пройдет не только в окружной столице, но и во всех муниципальных образованиях округа. По информации Департамента внутренней политики Ненецкого округа, на сегодняшний день для проведения мероприятия сформировано 30 площадок. Диктант будут писать в Ненецком региональном центре развития образования, Ненецком краеведческом музее, в трех учреждениях среднего профессионального образования, школах Наринмара, поселка Искателей и во всех сельских муниципальных образованиях. В округе для проведения акции на данный момент формируется команда общественных деятелей, краеведов, представителей общественных организаций и конфессий, блогеров, историков и депутатов. Формирование площадок продолжится до 20 октября. Для их регистрации необходимо сообщить региональному координатору в Департамент внутренней политики по телефону 2-1208 следующую информацию. Населенный пункт, адрес площадки, фио-куратора площадки, телефон, e-mail. Региональными местами проведения акции могут стать учреждения культуры, образования и другие организации, давшие на это согласие. Кураторы площадок во время подготовки к диктанту получают всестороннюю информационную и консультативно-методическую помощь. Добавлю, в прошлом году этнографический диктант в округе написали более 500 человек на 13 площадках. Такова информационная картина этого дня. Следите за нашими новостями в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором выпуска которого является ювелирный бутик «Фианит». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!